Добрый вечер. В понедельник, 11 апреля, вы смотрите программу новости Латвии. Сегодня в нашем выпуске. Чтобы не создавать угрозы для людей, памятник освободителям в Риге огорожен. Впереди оценка несущих конструкций. Сегодня мир вспоминает узников концлагерей. Чем дышите, Рижане? Агентство энергетики о предварительных итогах исследования качества воздуха в домах. Об этих и других событиях подробнее в течение ближайших 15 минут. Мемориальный комплекс в Парке Победы в Риге признан небезопасным, и с сегодняшнего дня его огородили забором. Как сообщил мэр столицы Мартиньштадтис, техническое состояние памятника ухудшилось и выглядит опасным для жителей. Доступ к памятнику будет ограничен до дальнейшего заключения Рижского агентства памятников. Как подчеркнул мэр Статис, самоуправление получило письмо из парламентской комиссии по иностранным делам, после чего оперативно проведен осмотр и принято решение по мемориалу в Пардаугове. 31 марта и 5 апреля этого года Управление по контролю за строительством повторно проинспектировало мемориал. Прежде памятник осматривался в 2018 году, когда было установлено, что некоторые каменные плиты облицовки стен повреждены, а на некоторых участках обваливаются. Уже тогда пришли к выводу, что для безопасности прохожих необходимо установить временные ограждения в местах возможного обрушения плит. По последнему заключению Департамента городского развития Рижской думы, техническое состояние памятника ухудшилось. Плиты во многих местах обвалились, а на оставшихся ослабли крепления. Кроме того, осмотрены и помещения под площадкой в основании мемориала, где обнаружены трещины. Учитывая все эти обстоятельства, Рижское агентство памятников немедленно закрыло к нему доступ и в течение шести месяцев проведет оценку прочности и несущной способности памятника. На вопрос, можно ли будет возлагать цветы к памятнику 9 мая, исполнительный директор столицы Янис Ланге ответил уклончиво. На данный момент, по словам чиновника, самоуправление получили четыре заявки на мероприятие в этот день. Однако, он напомнил, что Сейм принял поправки, запрещающие массовые мероприятия в двухстах метрах от любого памятника, прославляющего советскую армию и ее солдат. В Сейме и правительстве идут обсуждения о будущем этого объекта. Прежде чем принимать какие-либо дальнейшие действия, необходимо уточнить, что будет с этим комплексом. До тех пор объект будет оставаться закрытым, сообщил мэр Риги и пояснил, что в бюджете этого года средств на его реконструкцию нет. Ожидается, что в середине апреля Министерство юстиции получит согласованную в правительстве концепцию о судьбе памятника. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, на территории самого крупного нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд, вспыхнуло вооруженное восстание заключенных, благодаря чему нацисты не успели скрыть следы своих преступлений и показания узников. Дошли до Международного Нюрнбергского трибунала. Есть такие следы и в Латвии. О них напоминают мемориал и музей в Саласпилсе на месте того, что нынешние историки называют расширенной полицейской тюрьмой и воспитательно-трудовым лагерем. Так этот лагерь назывался в немецкое время, поскольку подчинялся лично командиру полиции и безопасности ИСД в Латвии штурмбанфюрера СС Рудольфу Ланге, а не администрации концентрационных лагерей в Берлине. Строительство лагеря началось в ноябре 1941 года. Каждый из 30 бараков был рассчитан на 200 человек, но были случаи, когда там находилось более 600 заключенных. Лагерь охранялся вооруженной охраной, располагавшейся на 6-7-метровых вышках, расположенных друг от друга на расстоянии 60-70 метров вдоль забора из колючей проволоки, к которому нельзя было подходить ближе, чем на 20 метров. Саласпилский лагерь не был настоящим концентрационным лагерем именно из-за того факта, что это был лагерь с различными функциями. Это был и лагерь для политзаключенных, и трудовой лагерь. Убийство людей здесь не было основной целью. Но это был жестокий лагерь. Условия для жизни здесь были очень плохими. Из-за условий содержания и тяжелого труда здесь погибали люди. И те люди, которых мы сегодня хотим помянуть, они пострадали ни за что. Это были разные национальности, группы людей. Зимой 1941-1942 года в лагере погибло около тысячи евреев из Германии, Австрии и Чехословакии, участвовавших в его строительстве. Документально установлено, что с мая 1942 года по сентябрь 1944 года умерли еще две тысячи человек, включая несколько сотен истощенных детей. Более точные данные установить невозможно, поскольку все реестры были уничтожены. Считается, что через лагерь прошли около 23 тысяч человек. Половину из них составляли политзаключенные, а также штрафники, военнослужащие и саботажники, а другую половину – гражданские лица, перемещенные из Белоруссии, России и Латгалии в результате специальных акций против партизан. В дальнейшем уцелевших переправляли в Германию. Саласпельский мемориал – очень важный культурный памятник, как в плане архитектуры, так и истории, в плане политики, памяти. Самая большая работа уже проделана. Самая большая работа в плане развития – это экспозиция, благоустройство территории, и впереди у нас работы, связанные именно с восстановлением территории. Новая экспозиция Саласпельского мемориала была открыта для посетителей в феврале 2018 года. Она знакомит с результатами последних научных исследований и информацией, основанной на исторических фактах. Она показала историю Саласпельского мемориала, Саласпельского лагеря немного в другом свете. Она развеяла этот односторонний взгляд, который был сконцентрирован только на детях заключенных, что, несомненно, имело место. Но эти исследования и данные показывают несколько иное направление. Мы забываем о том, что там было много разных групп заключенных. Там были гражданские лица, нарушители армейской дисциплины. Это была тюрьма для политзаключенных. Как бы нацисты ни называли этот лагерь воспитательно-трудовым или полицейской расширенной тюрьмой, суть дела не меняется. За этими воротами стонет земля. Там убивали, там военные преступники убивали мирных жителей. Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня этот лозунг актуален как никогда. Юрий Родин, Элис Кагленч, Латвий Зинец. Вы смотрите новости Латвии. Министерство экономики представило правящим партиям план отказа от российского газа. Хотя коалиция уже заявила о решимости не закупать энергоресурсы с Востока, министр экономики Ян Свиттенбергс предложил идти на этот шаг вместе с Финляндией и Эстонией. И не раньше 1 января следующего года, когда заработает эстонский терминал сжиженного газа. В то же время Министерство экономики не отказывается от развития проекта терминала сжиженного газа и у нас. Сейчас имеется как минимум три предложения от предпринимателей. Одно из них касается Скулте. По предварительным оценкам, стоимость латвийского терминала сжиженного газа может составить более 100 миллионов евро. Светбанк, соблюдая требования международных санкций, прекращает платежи и перечисления с Россией и Белоруссией. Как сказано в сообщении для клиентов, получить деньги из этих стран можно будет до 6 мая, а отправить туда средства лишь до 20 апреля. При этом банк продолжит обслуживать платежи отдельных социальных групп, например, тех, кто получает пенсии и пособия из этих стран. Если банк, обслуживающий перечисления, не находится в санкционных списках и не отключен от системы SWIFT, то социальные выплаты можно будет получить. Как выяснила наша редакция, в ближайшее время перечисления с Россией и Белоруссией прекратят и другие финансовые учреждения Латвии. За воскресенье в Латвии зарегистрировано наименьшее с января количество новых случаев заболевания COVID-19 – 180. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за минувшие сутки проведено примерно 2000 тестов, и положительный результат обнаружен менее чем в 6% случаев. Из заболевших количество вакцинированных по-прежнему превалирует над теми, кто не привит. Из жизни ушли 5 человек, у которых констатирован коронавирус. Все старше 60 лет, трое из умерших, не были вакцинированы или не закончили курс. Двое были привиты. Двухнедельный показатель заболеваемости опустился ниже отметки в 1000 случаев уже в выходные, и сейчас он составляет 920 на 100 тысяч населения. Начиная с февраля этого года, Рижское агентство энергетики проводит постоянный мониторинг качества воздуха и микроклимата в столице. Принять участие в исследовании добровольно согласились 4 многоквартирных дома в нескольких микрорайонах Риги. О предварительных итогах в нашем следующем материале. Международный научно-исследовательский проект по исследованию качества воздуха одновременно проходит в четырех странах. В Латвии, Германии, Португалии и Польше. Рижское самоуправление ничего не платит. Все средства полностью европейские. Мы установили сенсоры слежения за воздухом. Это вот такие вот ящички в квартирах в четырех многоэтажках в Риге. И в каждом доме до двенадцати квартир выбраны, где жильцы согласились на такой проект. Где-то на полке, где-то на столе, потому что его надо поставить просто, чтобы воздух вокруг него циркулировал. Сенсоры установлены как внутри, так и снаружи дома. Задача уличных – следить за наружной температурой. Те, что в квартирах, измеряют внутреннюю температуру, влажность воздуха, но не только. Данные мониторинга хранятся в облачном хранилище на платформе энергодаты ЛВ. Это тот гликислый газ, который мы выдыхаем, и он показывает качество воздуха в квартире. И, в принципе, когда он переходит в какой-то рубеж, у нас поставлено 1500 частиц СО2 в воздухе. Тогда у этих жителей приходит сообщение, что им надо открывать окна, чтобы провентилировать квартиру. Это означает, что качество воздуха ухудшилось. Предварительные итоги исследования, оно закончится в конце апреля, вместе с окончанием отопительного сезона, уже показали следующее. Качество воздуха значительно хуже там, где в доме не сделана реновация. Среди четырёх многоэтажек, принявших участие в проекте, они расположены в Пурциемсе, Плявнике, Межциемсе. Реновация не сделана только в одной девятиэтажке. В тех домах, которые реновированы, у них, во-первых, лучше качество воздуха. У них в квартире на один с лишним градусом ниже температуры квартиры, и у них лучше качество воздуха. И это объясняется тем, что эти реновированные дома, у них улучшена вентиляция квартир, тем самым у них улучшается микроклимат в квартире. И тем самым мы хотим после окончания этого проекта, мы хотим жителям рассказать о этих преимуществах, которые дает реновация домов. И ещё к теме. Мониторинг качества воздуха в столице помимо проекта происходит постоянно. Для этого в городе установлены специальные станции. Самые плохие показатели в центре – на Валдемара и Бривебас. Планируем в Риге снизить выбросы от отопительных котлов в тех районах, где качество воздуха в городе самое плохое. Также ещё ведутся работы по созданию плана насчёт транспорта, чтобы уменьшить транспорт, чтобы очистить этот транспорт, который есть опять в этих областях города, где качество воздуха наихудшее. Стратегические направления развития климата и энергетики у самоуправления разработаны до 1927 года. Говорят, что положительные примеры движения в сторону климатической нейтральности есть не только в богатых странах, вроде Швеции и Дании, но и уже в некоторых латвийских самоуправлениях. Наш выпуск завершён. Мы рассказали вам о самых важных новостях понедельника. Благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Будьте здоровы и хорошей недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова